Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Голес, научный сотрудник Центрального ботанического сада Академии наук Беларуси. Сегодня я бы хотела вам рассказать о такой интересной культуре, как пион, об особенностях его пересадки, для того, чтобы мы получили самое пышное и прекрасное цветение в последующем. Все прекрасно знают, что пион это травянистый многолетник, который растет на одном месте очень длительное время. Если он правильно посажен, без пересадки он может у нас развиваться, успешно цвести и не поражаться вредителями и болезнями в срок до 20-25 лет. Не всякий сад выдерживает это время, а пионы выдерживают. Но чтобы у нас получилось именно такое длительное, хорошее, красивое цветение этого растения, мы должны правильно подготовить его к пересадке. Выкопка пионов перед пересадкой производится непосредственно в день посадки, либо незадолго, не более чем за неделю. Если пионы вы покупаете у кого-то, то посадочный материал должен храниться в прохладном месте, желательно, чтобы это был погреб. Если нет такой возможности, то это должен быть холодильник, завернутый в полиэтиленовый пакет. Вот мы выкопали наши пионы. Как мы это должны сделать? Следует помнить, что у пионов очень хрупкие мясистые корневища. Корневища, вы сами видите, что они маленькие, очень они такие объемные. И в сырую погоду эти корневища очень легко ломаются при выкопке. Чтобы сохранить как можно большую часть корневища, чтобы наши зеленки были полноценными и хорошо приживались в дальнейшем, и как можно быстрее расцвели, следует правильно выкопать это растение. В чем состоит небольшой секрет? Вообще готовить пионы к выкопке стоит заранее. Хоть я и сказала, что мы их копаем непосредственно в день пересадки, либо за день-два. Вообще готовиться мы начинаем как минимум в июне месяце. Обычно это май-июнь месяц, когда мы производим подкормку пионов. В это время мы расшатываем почву по периметру кроны нашего пиона. Потому что если у вас не песчаная почва, а нормальная, супесчаная, суглинистая, а если может быть даже и глинистая почва, то расшатать почву вам придется. Иначе вы просто не справитесь с выкопкой этого растения. Очень толстые корневища, само по себе тяжелое растение. Подкапывается на штык лопаты, но при этом растение не выкапывается полностью. В этот момент мы подкармливаем растение и оставляем его до осени. Очень часто перед выкопкой пионов листья обрезают на высоте около 20-25 см. Но я предпочитаю выкапывать и делить растения с листьями. Так лучше видны почки и они лучше сохраняются при выкопке. Выкапываем мы наши кусты на расстоянии приблизительно 20-15 см от побегов. Обкапывается куст по периметру и желательно при этом иметь второго человека. Особенно если куст сидит на одном месте продолжительное время, если он уже достаточно массивный. В одиночку вы просто его не вынимите. Второй человек берет вторую лопату, придерживает куст, а вы его выталкиваете из земли. Поскольку пионы растут на одном месте достаточно длительное время, то очень важное значение имеет подготовка посадочной ямы. При классической технологии выращивания этой культуры посадочная яма готовится очень за долгий срок. Вообще классически, особенно на участках размножения, пионы высаживались в ямы, подготовленные за год до посадки. Естественно, мало кто располагает таким временем сейчас. Тем более, что у нас не производственные условия. Мы хотим видеть свой свад красивым и цветущим как можно быстрее. И поэтому в последующие годы была разработана подготовка посадочных ям приблизительно за месяц до посадки. Но если у вас легкая и не глинистая почва, то в принципе можно сократить этот срок до недели. Как мы поступаем? Классическая технология предполагает выкопку ямы посадочной глубиной на два штыка лопаты как минимум. Если это песчаная земля, то яма копается на два с половиной штыка лопаты. То есть это очень глубокая и объемная яма. Она копается практически как посадочная яма под дерево небольшое. В диаметре эта яма достигает приблизительно полуметра. По классической технологии в яму вносится полежавший один год навоз. Он заполняется на высоту 20 сантиметров до верха. Сверху засыпается обычной садовой землей. За год лежания навоз перепревает и оседает наша яма. Она оседает достаточно сильно. В зависимости от того, какой у вас грунт, какого качества был навоз, насколько много в нем было соломы, яма может осесть практически на 25-30 сантиметров. То есть непосредственно за неделю до посадки мы досыпаем эту яму плодородной землей. Земля используется плодородная в этом случае, потому что пионы очень требовательны к питанию. Если мы хотим несколько сократить срок, и у нас глубина плодородного слоя позволяет это, у меня на участке глубина плодородного слоя составляет около 40 сантиметров плодородного именно грунта, я копаю упрощенные облегченные посадочные ямы. Конечно, не всем так повезло, но будем надеяться, что у вас тоже со временем будет такая земля. Тогда яма копается за неделю до посадки и вносится уже непосредственно перепревший компост. То есть это уже не навоз, это компост. Но вы видите, что он черный, и он отличается по цвету от обычной садовой земли. Компост вносится за неделю до посадки вровень с краями ямы и выливается два ведра воды в посадочную яму. За неделю, даже если у вас глинистая и тяжелая почва, почва оседает, и уже непосредственно перед посадкой вы досыпаете яму вровень с уровнем земли. Собственно говоря, больше особенных таких хитростей при подготовке посадочной ямы нет. Главное, вовремя начать готовиться. То есть вовремя заложить свой навоз на перепревание, чтобы получить готовый компост, либо озаботиться приготовлением компоста из растительных остатков. Он, кстати, работает не хуже, чем навозный компост. Посредственно перед делением куста я обычно обрезаю побеги, так, чтобы мне было удобнее работать с этим растением. Вы видите, что в кусте имеется масса новых почек, и наша задача состоит в том, чтобы разделить этот куст и получить стандартные полноценные деленки. Ну, далеко не всегда так хорошо распадаются кусты пионов. Этот пион был очень давно, он рос на одном месте, и он уже, по сути, и немножко изросся. Вы видите полости внутри корневищ. Это указывает на то, что достаточно старый этот куст. Мы разделяем наш куст на части. Значит, что у нас должно получиться на выходе? Должно быть как минимум 2-3 молодых корня. Вот это молодые корни. Вот эти корни, они практически не участвуют в укоренении. Поэтому вот эти колбаски жирные мы укорачиваем. Вот мы их укоротили. И, в принципе, у нас получилось даже не совсем стандартное, а несколько лучше, чем стандартное по размеру, деленочка пиона. При посадке пионов очень важно соблюдать правильную высоту. Если мы недостаточно заглубим наш пион, он будет давать невысокие побеги и практически никогда не будет свистеть. При излишнем заглублении побеги будут высокие, длинные, но цветоносы не будут заканчиваться полноценными бутонами. Бутоны будут появляться, но практически никогда они не будут свистеть. То есть очень важно посадить на верную глубину наш пион. Верная глубина она какая? Учитывая то, что у нас сверху находится достаточно рыхлый грунт, глубина посадки пиона должна быть такая, чтобы грунт при полном осаждении затянул наши почки возобновления, которых на стандартной деленке должно быть не менее трех штук, но вы здесь видите гораздо больше, чем три штуки. Такая деленка может и цвести на следующий год. И высаживается так, чтобы наши почки в момент посадки находились практически вровень с грунтом. После посадки присыпается пион еще раз плодородным грунтом, чтобы образовался холмик высотой приблизительно 2-3 см от существующей уровня посадки. После оседания подземные почки будут утянуты землею на тот уровень, в котором они безопасно зимуют. Это приблизительно 8-10 см от уровня грунта под землю. Надеюсь, мои советы будут вам полезны. Не упускайте прекрасное время для посадки травянистых пионов. Это как раз время с начала сентября до 10-го, приблизительно, октября в условиях Беларуси. Естественно, если у вас севернее, то посадка должна прекратиться раньше. Чтобы у пионов была как минимум 2-3 недели до наступления первых заморозков, таких полноценных, когда земля схватывается коркой. Если вдруг у вас получилось, что вы не уложились в оптимальные сроки, но посадку произвести надо, есть небольшая хитрость. Поверх посадочной ямы насыпается просто холм земли. Единственное, что в середине вы устанавливаете колышек, который позволит вам разгрести этот холм весною, как только сойдет снег. Иначе у вас образуются вытянутые побеги, и вы можете их повредить, когда будете раскапывать свой холмик. То есть надо успеть это сделать до отрастания побегов, разгрести этот холм. А насыпается, в принципе, 10-15 сантиметров, не больше. Но это позволяет выгадать приблизительно 2-3 недели. То есть если опаздывается посадка, задержались вы с посадкой, то можно выиграть вот этим окучиванием 2-3 недели времени на укоренение. До новых встреч на канале Процветок. Задавайте вопросы, я буду рада ответить на них.